Всем привет! Второй выпуск аутфитов, лукбуки, я не знаю, мои наряды. Сами назовите это видео. Каких названий будет больше, так и назову. Итак, на мне сегодня пальто желтого цвета. Я очень люблю яркие цвета, потому что в нарядах можно выбрать самый оптимальный базовый цвет. Черный, белый, серый. Но разбавить можно верхней одеждой и довольно яркой. Или наоборот, у вас какой-то яркий спортивный костюм и, например, верхняя одежда у вас базового цвета. Это беспроигрышный вариант. Вот на мне, например, сегодня комбез. Я вам его уже показывала во влогах. Я его переделала, чуть-чуть перешивала. Купила я его в аутлете. Также обувь. Она продавалась у меня в магазине, как у меня. Уже, к сожалению, нет. Девчонки разобрали. Очень прикольные такие ботиночки. Рубашка болотного цвета. Тепленькая такая, хорошая. Купила я ее в... LC Vakiki Casual. Да. Рубашка Vakiki. Кстати, рубашки Vakiki я всегда покупаю на 3-4 размера больше. И эта рубашка не исключение. Сейчас я сниму пальто, вам покажу. Но вот так вот выглядит образ осенний. Ходить можно куда угодно. От работы до свидания. Я иду на свидание с подругами в данный момент. Сделала укладку с помощью бибудей. И у меня видео или будет, или оно уже есть на канале. Собирайся со мной. Вот в этом образе я делала макияж и рассказывала, как я накрутила волосы. Под комбез можно не только рубашку. Можно разные кардиганы. И миксовать все, что угодно. Также можно свитер. Я сейчас ищу свитер. Я сейчас ищу свитер под этот комбез. Знаете, какой? Чтобы был очень глубокий вырез. Ну, так как декольте, да? И здесь есть рюшки. И не хочется их прятать под свитером. Конечно, можно и спрятать. И будет у вас просто брюки. Мне очень нравятся аксессуары, когда у вас просто обыкновенный наряд. Ну, самый обыкновенный. Его можно разбавить крупными сережками. Всякими аксессуарами, браслетами, часами, кольцами. Также не забываем о том, что сумка играет немаловажную роль. И если на сумке есть цепочка, то это тоже тот же аксессуар. Поэтому тут цепочки, например, здесь. Там крупногабаритные серги. И там здесь, и здесь. То есть тоже надо это улавливать. Чтобы не было перебора. Ну, вот как-то вот так вот. Не подумайте, я никого ничему не учу. Я просто делюсь с вами своими какими-то, можно сказать, своим опытом. Где-то был перебор, где-то было недостаточно. Поэтому рассказываю, как оно было у меня. То есть я не эксперт в фэшн индустрии. Я не заканчиваю никакие курсы. И нет у меня образования именно в фэшн индустрии. Это все как бы на личном опыте. Многим он очень нравится. Поэтому я решила, что я буду делиться с вами. Дабы некоторым помочь. Потому что не все могут обратиться к стилистам или к шоперам. Конечно, скромность это твое второе имя. Так я очень скромно сказала, на самом деле. Многим мой образ нравится. Многим очень нравится. Ну это правда. Мне же девочки сами пишут. Потому что Ань очень-очень. И это же не одна девочка написала. Это написало много девочек. Поэтому я сделала такой вывод. Ну и плюс я тоже смотрю в зеркало. Я тоже себе нравлюсь. Я девочка со вкусом. Поэтому я понимаю. Скромность. Девочки, напишите, я скромна или нет. Мне вообще сказали о том, что Ань, ты слишком скромная. Скромность это пыль к забвению. Как вы считаете? Ну, в данный момент у меня нет было перебора, как я считаю. То есть, ну, мне кажется, я правду сказала. Вы же пишете. Я от ваших предсловок и отталкиваюсь. Ника, зачем ты на маму так говоришь? Девочки, пишите в комментариях, как оно есть на самом деле. Как вы думаете? Так, и пишите в комментариях, какой образ понравился. Этот первый. Следом дальше. Второй лук. Он очень смелый. Скажу честно, я сама не всегда могу себе это позволить. Психологический фактор от фильма «Красотка», скажу вам честно. Но это актуально. До сих пор уже, в принципе, не первый год. Это уже, наверное, отходит. Но это очень сексуально. Вот. Вы сами выбираете, куда вам в таком наряде идти. Кто-то идет в клуб, кто-то идет на день рождения. Кто-то ходит так чуть ли не каждый день. Вот. Но я решила вам показать длинный свитер оверсайз с ботфордами этого. Но я еще подстраховываюсь, видите, шортами на всякий случай. Потому что, в принципе, я хожу вот так вот. Шорты, свитер и ботинки. И смотрится это ок. Но с ботфордами это смотрится очень прям очень. Сейчас во ве лето и очень жарко. Но я вам просто накинула тренч, чтобы показать, что, в принципе, можно прикрыть. Вот. Ну, скажите, что классно. Ну, вот правда, не каждый может себе это позволить. Обращать внимание будет каждый. Ну, и опять же, это зависит от того, куда вы пойдете. И должно быть всем. То есть этот наряд должен быть всем. Желательно, конечно, в таком наряде идти с молодым человеком. На всякий случай, чтобы вас не украли. Потому что ботфорды дают свое. А теперь рассказываю, где что куплено. Итак, свитер я купила в Аутлете на левой бережке. Шорты, я уже говорила, это бифри. Колготки кальцедония и ботфорды. О, я долго их искала, у меня тонкие ноги. Мне было очень тяжело найти ботфорды, которые бы оптимально хорошо садились по ноге, облегали ее и не висели. Вот. Куплены они в Миротоне. Сумка Michael Kors. Тренч Амису. И моя подписчица сделала мне такой красивый подарок. Я, время от времени, с одного пальто на другое переношу эту буковку А. Если ты меня смотришь, ответь, потому что у меня девочки спрашивали, откуда эта брошь, а я не могу найти тебя в Инстаграме. Ну, в общем, как-то вот так вот. Вы мне скажите, как вам такой образ, одели бы или не одели. Вообще, насколько для вас это смелый наряд? Мне такие вещи очень нравятся. Я, в принципе, ношу, но, опять же, не всегда и не везде. А еще модные от Гучи от Гучи. Это да. Люблю их. Мама потихонечку переходит на элитные вещички. Там Michael Kors уже сумочка появляется, опа, от Гучи от Гучи. На самом деле, скажу честно, я не фанат каких-то там брендовых вещей. То есть я спокойно могу пойти в Second Head там одеться, потому что там тоже очень качественная вещь. Я считаю, что одеться можно как, то есть совмещать, да, секонд-хендовские вещи с, например, с какими-то брендовыми вещами. И это круто. Одеться брендово может каждый, а совместить может не каждый. Поэтому, мне кажется, мы таким образом друг другу помогаем. Подсказываем, даем советы, вдохновляем. Ну, думаю, как-то так. Согласны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующий лук. Но так как я снимаю свою одежду не просто, а как, сняла, поехала по делам, в следующий день, в следующий день и так далее. Поэтому вот снимаю вам вечером. Я вспомнила и решила показать, что осенью можно носить шорты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колготки подобрала подбирать. Колготки подбирала подбирать. Колготки подбирала под цвет шорт. Соответственно, сапоги. Я бренд напишу, я не помню, как правильно они называются. На Красноармейской, уже на Большой Васильковской есть магазин. Это итальянская обувь. Очень прикольные сапоги. Мне они нравятся, потому что здесь такой островатый, но не совсем острый носок. И видите, каблук какой. То есть каблук, как, знаете, у наших мам раньше были. То есть мода циклично. Куртка, опять же, она же. Есть, знаете, любимые вещи, когда вы покупаете и постоянно их носите. Вентилятор в машине включился. Кофточку эту купила в... Ну, я все бренды пропишу. Она с Аутлета. И под низом маечка Зара. То есть, соответственно, тепло, удобно и уютно. Вам жарко, сняли куртку. Еще жарко, сняли кофту. Вы в майке. То есть и плюс пояс. Ну, то есть, как бы, неплохо. Неплохо. Я не вот так выпускаю, мне так не нравится. Ну, можно и так, если кому-то нравится, да. Мне больше нравится вот так чуть-чуть заправить, здесь выпустить. Сюда еще можно объемный какой-то свитер. Тоже будет классно смотреться. Ну, и опять аксессуары. То есть, я использую какие-то массивные какие-то серьги или вот такие вот серьги. Ну, оно прикольно, в общем, смотрится. Можете сделать укладку, могут быть прямые волосы, зависит от того, что у вас на голове. Моя любимая на данный момент сумка. Вот. Она под многое подходит, просто она реально удобная. Ну, и в принципе, все. Каблук застреет в земле, поэтому я так на цыпочках прокручусь. Хоть и снимаем не при дневном свете, но я думаю, видно хорошо. Ну, я надеюсь, потому что я хотела, чтобы вы все-таки видели фактуру ткани, чтобы все-таки шорты, они хлопковые, но они не такие прям легкие-легкие. Потому что, если выбрать неправильную ткань, то будет смотреться нелепо. А мы же девочки взрослые. Нелепости нам не нужны. Ну что, начинается холода. Поэтому я потихонечку утепляюсь, но не сразу, не сверху, а со штанов. У меня штаны резерв. Они очень тепленькие, и мне нравится их фасон. Высокая талия. Под гольфики вообще самое оно. Кстати, по поводу гольфа. Если вы смотрите мои влоги, то могли видеть, что гольф я купила в аутлете. И не один, но вот один из них, это вот этот вот беленький. Он такой мягкий и теплый. Я уже проверила. Куртка опять та же. H&MV, в принципе. Ее, наверное, уже... Она примелькалась. Еще так же и сумка. Знаете, когда есть новые вещи, которые вам очень нравятся. Вот вы постоянно их носите. Вот я такая же. И туфли. Туфли купила в Стамбуле. Очень мягкая кожа. В них можно ходить как в тапочках. Очень здорово. Ты так посмотрела? Это куда-то туда. Я вижу духом. Он стоит позади тебя. Вот. И, в принципе, как бы и все. То есть, на самом деле, все очень просто, но, мне кажется, очень лаконично. То есть, в таком наряде можно... Кстати, сегодня я еду выбирать свадебное платье для подруги. Потому что я дружка. И я сначала думала, что это такое короткий шорт. Я так думаю, нет. Оденусь я как-то классически. То есть, такой наряд, в принципе, подойдет. Как для работы, так и, в принципе, куда угодно, кроме, наверное, дискотеки. Ну, как бы, вот так вот. Единственное, чего мне не хватает, это карманы. Я очень люблю карманы. Мне постоянно хочется сюда положить руки. Но, к сожалению, вот это единственный минус в этих штанах. Еще в этих штанах мне нравится разрезик спереди. У него очень так оригинально смотрится. А я в Лондоне. Уже неделю как? Под Киевом. Правда, такой туман, что просто вообще. Ребят, я не хочу отпускать тепло. Хотя, в принципе, еще тепло, хоть и туман. Но это предвестник того, что скоро будет холодно. Но я еще в туфлях. И еще в куртке. На мне джинсы фасона Мамс. Это Сенсей. В размере 36. Ну, я так поправилась, и они так прям хорошо меня облегают. Единственный момент в Мамс. Есть разные джинсы, и от этого многое зависит. Вот эти вот джинсы черного цвета мне очень нравятся. Единственный минус у них довольно большой. Они приплюсливают попу. То есть, как бы, попа становится плоской. Это не прикольно. Гольф купила в Аутлете. Безумно теплый, классный. Ссылочка внизу или где-то здесь на этот влог. Там я, как бы, примеряю как раз разный такой шопинг-влог. Чуть-чуть. Куртка опять та же. Сумка опять та же. Туфли опять те же. То есть, с одними и те же, с одинаковыми вещами столько всего можно, типа, придумать. Это так круто. Ну, да. Ну, это как бы основное такое. С ними особо не придумаешь. Это когда, например, вы берете одну вещь и с ней миксуете. Вот это круто. Например, взять гольф. Кстати, можно такое видео сделать. Взять гольф и миксовать. Или, например, брюки. Типа один гольф, там, пять образов. Да, пять. Можно сделать двести, двадцать пять на самом деле. Пояс. Очень его люблю. Он, конечно, уже совсем почти а-ля капут. Да, а-ля капут, но еще он дышит. И я еще его надеваю. Это Гуччи. Я его очень люблю. Мне он очень нравится. Это с... Короче, с лошадки. С пони. Видно, пони? Да ладно, там чуть-чуть счесали. И, в принципе, все. Ключи от машины Тойота. И сережки из Праги. Ника прям все знает. Ну, как бы вот так. На самом деле, самый обычный, вроде бы, образ, но, опять же, я люблю обычные вещи с необычными деталями. Тут, как бы, необычных деталей нету, но здесь есть яркий гольф. И в такую погоду, погоду туманную, он разбавляет. Мне так смешно сейчас. Мое настроение. Ты говоришь, ну, в принципе, здесь ярких деталей нет, зато здесь я, когда я начала говорить слово яркий, но я так подумала, зато здесь есть я, очень даже яркие. Ну, как бы, да. Спасибо, что посмотрели это видео. Я знаю, что такие видео вам нравятся, поэтому ставьте пальчики вверх, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть. Все, всем пока-пока. Смотрите, какой туман. Туман, туман. Вот так песня пелась. Поехали в школу. Поехали в школу.